По факту покушения на Дональда Трампа ФБР завело дело по еще одной статье «Внутренний терроризм». Мотивы преступника, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, до сих пор не ясны. Добросить его самого уже не получится. Стрелка застрелили на месте сотрудники секретной службы. Тем временем американским журналистам удалось разыскать его бывших одноклассников. Что они рассказали и как громкое покушение отразится на предвыборной гонке, расскажут мои коллеги. Выстрелы на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали в субботу. Кандидату в президента это стоило фрагмента уха. На кадрах видно, что политика спасло чудо. Он случайно повернул голову. Крыша, с которой велся огонь, в секретной службе изначально считали брешью в системе безопасности. Однако, как выяснилось, никто ее не охранял. Невинной жертвой стрельбы оказался участник митинга, 50-летний пожарный. Второй погибший – сам стрелок. Еще двое ранены. Фото Трампа, вскинувшего кулак в приветственном жесте, тотчас растащили на газетные передовицы сувениры и мемы. Неудачное покушение может лишь подогреть популярность кандидатов в президенты, репутация которого изрядно подмочена громкими делами о харассменте и коррупционными разбирательствами. Шутка «стреляли в Трампа, попали в Байдена» завирусилась за считанные часы. Его главный политический оппонент отреагировал одним из первых. «В Америке нет места насилию. Это не то, что столетиями отстаивает наша страна. Это не то, за что мы боремся как нация. Это не Америка. Единственный способ не допустить этого впредь – сплотиться». О самом снайпере известно пока немного. Не ясны и мотивы покушения. Томасу Мэтью Круксу 20 лет. Из города Беттельпарк, Пенсильвания. В списках избирателей зарегистрирован как республиканец. Однако регулярно вносил пожертвования в фонд демократической партии. Бывшие одноклассники рассказывают, парень был нелюдимым и часто подвергался насмешкам и издевательствам. «Он был изгоем. Знаете, как жестоки могут быть дети. На обеде с ним даже за стол никто не садился. Его все булили. Не уверен, повлияло ли это, но кто знает». Родители стрелка пока избегают прессы и действия сына не комментируют. В их доме идут обыски. Тем временем Дональд Трамп стал уже шестым президентом среди бывших и действующих, на кого было совершено покушение. В четырех случаях попытки убийства оказались результативны. От рук преступников погибли Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям МакКинли и Джон Кеннеди. Выжить удалось Теодору Рузвельту, Франклину Рузвельту, Джеральду Форду, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу-младшему и вот теперь бывшему 45-му президенту США Дональду Трампу. Елена Меньшова, Информбюро.